Конкурс «Управленческая команда» продолжает принимать заявки. Лидеров и будущих руководителей ждут до 24 июля включительно. Наш корреспондент Анна Центовская поговорила с финалисткой прошлого года и призналась, что и сама бы хотела попробовать свои силы в конкурсе. Жизнь Марии Гришиной изменилась в одно мгновение. На смену изобретениям и исследованиям пришли путешествия по миру и руководящая должность. Можно подумать по мгновению волшебной палочки. Изработника Кванториума, директора агентства по развитию туризма Чувашия. На самом деле она сама для себя стала феей крестной. Кропотливый труд и жгучее желание. Подумала, ну почему бы не попробовать. Ну это вообще спонтанно было. Я практически в последний день документы подавала. Спонтанные решения порой оказываются самыми верными. История Марии тому доказательство. Она блестяще пройдет тестирование, выйдет в финал и сохранит в душе надежду и веру. Все получится. А главное, все возможно. Конкурс «Управленческая команда» в какой-то степени дал такой волшебный пинок, потому что ты видишь людей, тоже мотивированных, заряженных, идейных. И у каждого свой подход интересный. И это огромная возможность обменяться идеями, зарядиться вот этой энергетикой общей. В это сложно поверить, но раньше Мария была едва ли не серой мышкой, замкнутой и скованной. Однако лидерские задатки все равно пробили купол застенчивости. На конкурсе она завела новые знакомства. В современных реалиях это уже не просто люди с номерами телефонов, а ценный ресурс. И если надо, помогут. Здесь инициатива шла от руководства. То есть от первых лиц республики, от главы, от ключевых министров. И когда ты видишь, что твои идеи слушают, что их воспринимают, что как-то подталкивают, потом задают вопрос, а как? То есть что им не все равно. И вот эта заинтересованность, она очень мотивирует. Каждый из лидеров конкурса получает наставника, который будет помогать не только с реализацией идей, но и с развитием управленческих навыков. Если не двигаешься вперед, то двигаешься назад. Вот что стало новым жизненным принципом Марии. И ее движение вперед – обучение чему-то новому. Для меня огромным преимуществом была возможность получить сертификат на обучение, как вот главное, получается, поощрение для победителей. Это был денежный сертификат, который можно было направить абсолютно на оплату любых курсов. Не упустите такую возможность. Участвуйте в подобных конкурсах и развивайте себя, добавляет Мария. Последний день подачи заявок – 24 июля. Возможность запрыгнуть в последний вагон. Вагон поезда – сообщение «Настоящее. Будущее». Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. Анна Центовская, Георгий Кривошейн.